Даже самый лучший детский дом не заменит ребенку родителей. Арм Сыздар, уважаемые телезрители, вашему вниманию социально-телевизионный проект «Бой Тумар». Проблемы у детей в Акмолинской области такие же, как и по всей стране. Это проблемы сиротства. Однако самое главное – более десятки детей, живших в прошлом в детдомах, теперь живут в семьях. Своих, в приемных, но в семье. И самое важное и нужное для ребенка – это семья. И помочь семейному устройству детей – это лучшее, что мы можем сделать. А потому цель нашего телевизионного проекта – помочь в этом вопросе, оказать содействие. Но если по разным причинам устройство в семью невозможно, детям можно помочь своим участием. К этому мы и призываем. Да-да, именно своим личным участием, своим временем, неравнодушным включением в жизнь ребенка. А не подарками и посещением детского дома на праздник, как это часто происходит. И сегодня мы познакомим вас с Ольгой, Максимом, Дмитрием и Ангелиной. Все они родные братья и сестры, воспитанники Сандыктаусского детского дома. Кто знает, быть может, эти дети ждут именно вас. Ровно год прошел с тех пор, как четверо замечательных детей оказались в Сандыктаусском детском доме. Все они из одной семьи, дружные и сплоченные. Самая старшая Ольге – 15 лет, Максиму – 11, Дмитрию – 9, а самой младшей Ангелине – 4 годика. Моя младшая сестренка ходит в садик, а два братика в школу, во второй и в четвертый класс. Я всегда пытаюсь за них защищаться, ходя, когда они даже сами неправы. Но все равно я их люблю. В детском доме создана группа семейного типа. Это сделано для того, чтобы дети жили все вместе и чувствовали себя лучше, как в семье. Сейчас наши герои живут вчетвером. Их не разделили, а не поддерживают друг друга. И это, несомненно, сказывается на них положительно. Я в свободное время люблю заниматься танцами, пением. Также я увлекаюсь туризмом, баскетболом. Вроде бы и учусь хорошо, стараюсь чего-то добиться. Много участвую, езди на соревнования. За свои полгода я уже много куда съездила и много какие заняла места. Они прибыли к нам год назад, ну будет в мае год назад. Прибыли 17 мая, 17 года. Вот в 18-м уже будет почти год, как они у нас. Ребятишки, вот все четверо, все абсолютно разные по характеру. Хотя от одной мамы отцы у них разные. Мама лишена родительских прав, отец форма номер 4. Детишки разные по характеру, но все доброжелательные, все умницы. Я узнала, у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок, в поле каждый колосок. Речка, небо голубое, это все мое родное. Это родина моя, всех люблю на свете я. Без Ангелины не проходит ни одно мероприятие. Она всегда в центре внимания. Прекрасно поет и выступает. Несмотря на свой маленький возраст, она очень активная. Одним словом, одаренный ребенок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулак Корректор А.Кулак Корректор А.Кулак Редактор субтитров А.Кулак Корректор А.Кулак Редактор субтитров А.Кулак Корректор 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 А.Кулак Всем нужна семья, и все дети стремятся чему-то научиться, чтобы все в жизни уметь, когда уже выпустится, чтобы получилось, чтобы они много чего умели. Я думаю, что если какая-то семья возьмет этих детей, то они не пожалеют, они свою помощь им дадут и обретут для себя родных людей еще. Если перейти к Максиму и Дмитрию, то эти мальчики притягивают людей своим обаянием, хорошими манерами и поведением. По словам воспитателей, когда они только поступили в детский дом, успеваемость по учебе у них оставляла желать лучшего, а потому этот вопрос педагоги сразу поставили на первое место. Максим в четвертом классе учится. Мальчик, ну, приехал, знания слабенькие у него, но мальчик такой доброжелательный тоже, спортивный. Очень любят спорт. И Дима, и Максим. Любят спорт, дети увлекаются этим спортом, поэтому, я думаю, все у них будет хорошо. Не говорят, что им больше нравится у нас. Но если, допустим, они поют по гостевой, и кто-то с душой будет примет их, мне кажется, они отзовутся. Максим и Дмитрий также увлекаются толстым малаком, шахматами. Эти игры отличаются тем, что развивают логику. По словам тренера по интеллектуальным играм, наши герои намного ближе к подвижным играм, нежели к настольным. Как-то они более не настольным играм, а таким подвижным. Начинают с шахмата, ходят с шашек, а потом плавно переходят на шахматы. Это же вообще отличное для детей развитие. Большую роль в воспитании ребят играет музей в детском доме. Здесь есть возможность поближе познакомиться с историей нашей страны, расширить свой кругозор. У меня в основном занимается Максим. И вот Дима Маленький, который самый младший, я его тоже привлекаю. Потому что они дети, они сейчас как губка. Они как, что себя впитают, например, то, естественно, у них результат потом выйдет. И они стремятся тоже, дети. Максим, он более физически хорошо развит. Например, у нас клуб называется «Юный патриот». Мы летом, когда занимались, проводили такие мероприятия, как «Юный спасатель», чтобы дети в экстремальных ситуациях могли, например, сориентироваться, не растеряться. И он активно участвует, Максим. И он более у нас продвинут по спорту. Вот если за ними, за ними наблюдаем мы тоже, в чем у них одаренности. Футбол, он хорошо футбол играет. У него вот будущее, вот мое мнение, у него в футболе будущее есть. Стоит отметить, что родные братья не только занимаются спортом, есть у них еще и одно увлечение – это пение. ПЕСНЯ 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 Как вы сами заметили, наши герои – Ольга, Максим, Дмитрий и Ангелина – прирожденные таланты. Отрадно видеть их целеустремленными и активными. Но даже если и внешние ребята выглядят непринужденно, все догадываются, что внутри у этих ребят. А главная причина душевных страданий – это то, что они нуждаются в семье, в ласке и теплоте родителей. ПЕСНЯ 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 Живя здесь я хоть полгода, но я так всех воспитателей полюбила, как своих родных. И все они мне не безразличны. Даже когда кто-то болеет, я хожу и нервничаю. Если попадут в хорошую семью, я думаю, дети нормальные, хорошие, творческие, развитые ребятишки. Хотелось бы, чтобы они обрели семью. В детском доме очень хорошо, сами видите, какие условия жизни, но семья, мне кажется, это все. Семья. Роль отца и матери в жизни. Все эти мысли в голове у Ольги. И уже сейчас у нее есть четко поставленная цель. Она твердо решила, что никогда не повторит ошибку своих родителей. Не повторять такие ошибки, как мои родители сделать. И чтобы не допустить ошибку, чтобы мои дети здесь побывали. Все-таки здесь неплохо, но все равно тоже не то будет. Для этого что больше делать? Ну, учиться. Сначала закончить учиться, потом поступить хорошо. Отучиться, потом работу получить. Увидимся в следующей серии. Спасибо. Эти гендерти Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok